здравствуйте двух предыдущих роликах мы немного поговорили о распространенных конспирологических мифах так называемой революции сверху и о невидимой немецкой руке которая совершила революцию в россии а сегодня я бы хотел поговорить об еще одном мифе на мой взгляд самым отвратительным из всех это миф о так называемом все на большевистском заговоре на погибель государства российского он отвратительно не только тем что раскалывает общество искажает историю кидает тень на целый советский период собственно на период расцвета нашей страны но он еще и порождает ксенофобские настроения он разжигает религиозную национальную ненависть что в такой многонациональный и многоконфессиональной стране как россия смерти подобно я очень надеялась что этот миф хотя бы будет распространяться исключительно подпольно в соцсетях с помощью фейков каких-то вирусных рассылок тем более что могу привести пример мне в июле ушедшего года на почту пришло очень интересное письмо от одной православной организации в которой говорилось что организация провела молитвенное стояние посвященной 99 годовщине ритуального убийства русского императора членов его семьи и слуг не угодивших сиона большевизму вот что они пишут комментарии на южной стене ипатьевского подвала изуверы начертали зловещую надпись сочиненную возможно соучастником или руководителем операции американским банкиром талмудистом яковом шифом здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства о сем извещаются все народы клан шифа ленина свердлова юровского войкова надеялся что ритуальным убийством русского царя и его семьи они убьют русское государство вот такой бред распространялся в виде рассылки на электронную почту и я сначала не воспринимала это как реальную угрозу пока сми не появились публикации о том что госпожа наталья поклонская хорошо всем известно уже в официальных заявлениях повторил примерно те же сентенции спустя некоторое время уже следственный комитет совершенно официально и открыто объявил о том что версия ритуальном убийстве царской семьи будет проверено честно говоря еще несколько лет назад такое невозможно было поверить потому что таким образом официальная государственная структура признает что ритуальные убийства евреями в принципе могут существовать и первое из чего хотелось бы начать это собственно самого понятия ритуального убийства так называемого кровавого навета от которого масштабах исторических пострадало очень много невинных людей это обвинение евреев в том что они используют кровь христианских детей в своих ритуальных религиозных культах ритуалах самому громким делом такого рода было дело бейлиса 1911 года когда был обнаружен труп мальчика с множественными ножевыми ранениями и евреи бейлиса обвинили в том что это сделал он что это было ритуальное убийство доказать его вину конечно не смогли убийство оказалось бытового характера но дело было очень громким и оно было далеко не единственное течение 19 века подобных дел был целый ряд и черносотенные организации ультраправые националисты прилагали все силы к тому чтобы распространять этот кровавый навет в массы что приводило к чудовищным еврейским погромом кишиневский например погром от этих погромов погибли тысячи и сотни тысяч невинных людей и уже после революции идеи черносотенные продолжали жить в белой эмиграции и самым таким ярким представителем антисемитских настроений можно назвать бориса бразоля писателя общественного деятеля который возглавлял общество имени пушкина в америке был ярым антисемитом впоследствии он сотрудничал с гитлером и именно он выступал очень активным популяризатором мифа о сиона большевизме так в 1918 году он сделал доклад который назывался большевизм и иудаизм где утверждал что свержение царского режима происходило по тайному заговору 14 февраля 1916 года в еврейском квартале нью-йорка группой евреев революционеров которые вступили в тайный сговор с американским банкиром еврейского происхождения джейкобом шифом в основе этого доклада был ряд фальшивых документов прежде всего это печально известные протоколы сионских мудрецов которые служили идеологической основой для антисемитов и черносотинцев начала 20 века конечно же были чистой фальшивкой но какое-то время их принимали за чистую монету даже на высшем уровне то есть даже николай второй одно время в это верил и надо сказать что действительно американец джейкоб шиф он родил за революцию в россии он действительно открыто был сторонником таких кардинальных преобразований потому что ему очень не нравилась антисемитская политика императорской россии когда евреи и иудеи находились за чертой оседлости были ущемлены в правах и так далее однако никаких документов которые бы свидетельствовали о финансировании шифом революционных кружков революционеров их не существует более того джейкоб шиф вполне был доволен февральской революцией семнадцатого года он считал что этого вполне достаточно для того чтобы решить все проблемы и октябрьские события были ему общем совершенно не нужны вот кроме того ну это уже хорошо известно что собственно единственным евреем в составе первого совнаркома был лев троцкий но тем не менее уже в постсоветское время мифа сиона большевизме обрел второе дыхание после того как всплыла фамилия деда ленина по материнской линии александра дмитриевича бланка этого оказалось достаточно чтобы ленина объявили евреям обвинили его в ритуальном убийстве царской семьи ну в общем то это вполне в духе ксенофобов нацистов неонацистов недостаточно половины русской крови чтобы быть русским одной капли еврейской крови достаточно чтобы быть евреем эту замечательную картину правда портит одно обстоятельство александр дмитриевич бланк был военным врачом занимал ответственные посты закончил карьеру он статским советником и самое главное он был пожалован во дворянство для всех кто хоть немножко знает нашу историю совершенно очевидно что для еврея это случай исключительный как такое было возможно дело в том что еще прадед ленина добровольно принял христианское прославно православное крещение и соответственно его сыновья и дед ленина и его брат тоже добровольно приняли православие и более того прадед ленина достаточно негативно и открыто негативно относился к иудейской традиции поэтому никакой иудейской традиции в семье ленина быть не могло в принципе соответственно наличие или отсутствие у него той или иной доли еврейской крови не играет никакого значения не говоря уже о том что кровавый навед это миф даже если бы что-то такое могло быть этого не могло быть семье ленина кроме всего прочего о своем еврейском происхождении ленин по всей видимости ничего не знал чтобы это доказать процитирую выдержку из письма его сестры анны и лично ульяновой который она написала в 30-х годах иосифу сталину факт нашего происхождения предполагавшийся мною и раньше не был известен про его ленина жизни я не знаю какие могут быть у нас коммунистов мотивы для замолчания этого факта а ведь чего только черносотинцы не придумывали вокруг расстрела царской семьи например был активно распространялся миф о неких отрезанных головах которые привезли ленину в кремль для чуть ли не совершение каких-то там чудовищных ритуалов религиозных но сейчас уже вторая экспертиза подтвердила подлинность найденных останков царской семьи головы оказались на месте так что уже не актуально но зато вытащили вот эту вот историю про некую каббалистическую надпись которая якобы была в подвале ипатийского дома на самом деле каббалистическая якобы каббалистическая надпись о которой идет речь представляет собой набор непонятных цифр и символов который был впоследствии среди прочих надписей найден на подоконнике ипать ипатьевском доме однако в какой момент эта надпись появилась что она значила этого никто не знает но этого оказалось достаточно для создания со целого мифа еще в 1920 году вышла такая брошюра роберта вильтона последние дни романовых кроме того еще было исследование русского мигранта михаила скорятина под псевдонимом эннель которые выдавали свои домыслы за некое научное исследование в котором утверждалось что вот эти цифры можно расшифровать как надпись о том что убийство царя было ритуальным из было совершено с целью именно погубить христианское государство ну надеюсь не стоит объяснять даже что ни один из серьезных специалистов в области еврейской культуры или древних языков или на мы религиозные жизни никогда не относился к этим исследованиям серьезно так что здесь очевидно совершенно что миф о сиона большевизме ожида масонском заговоре и прочим это просто то грязное белье которое нам оставили черносотинцы в наследном наследие от которого бы очень хотелось поскорее избавиться никаких научных подтверждений этому просто быть не может об этом даже смешно говорить более того это дает возможность поднимать голову фашистской гидре на уничтожение которой мы положили столько миллионов людей поэтому когда мы говорим о расстреле царской семьи мы можем рассматривать это только с политической точки зрения и важно помнить одно обстоятельство до сих пор не существует никаких прямых доказательств тому что решение о расстреле царской семьи было поддержано москвой